Заместитель мэра Анапы Олег Костенко отчитался о продолжении работы с беженцами из Украины. Вынужденных переселенцев, оформивших статус временного убежища и вступивших в программу переселения соотечественников, сопровождают на вокзал и обеспечивают необходимыми продуктами в дорогу. Ситуация в настоящее время под контролем. На сегодняшний день я считаю, что достаточно все разумно, нормально, в русский идет. Но прибывших за неделю всего 28 человек. Основные это те, которые уже находятся здесь. С какими-то серьезными проблемами в их отношении они сейчас не стали. Отважен механизм. Олег Костенко напомнил чиновникам о распоряжении главы города. Среда и пятница каждой недели – санитарные дни. На этой неделе продолжится подготовка к празднованию Дню города. Значит, сейчас, после планерного совещания, собирайте главы округов, весь ваш блок и разрабатывайте мера. Почему День города – это праздник только в городе? Почему? И что у нас все коллективы, которые есть, у нас в городе задействованы в День города на различных площадках? Не верю. Глава Анапы отметил роль актива города. Мнение анапчан и гостей курорта должно лежать в основе положительных изменений и развития. Если мы не будем общаться с нашим активом и будем считать, что только мы в городе актив, то нам надо уходить. Я вам ответственно заявляю. Понимаете? Всем. Актив не мы. Мы органы исполнительной власти. А актив – это те, о ком я говорю, которые нам подсказывают и рассказывают. Вы думаете, откуда я это все знаю? Я это узнаю от людей. Сергей Сергеев потребовал ответственного отношения к работе и конкретных результатов. Для сотрудников предприятия «Зеленстрой» результаты должны быть выражены в нарядных цветущих клумбах. В прошлом году на озеленение города было выделено 1,2 млн рублей. Финансирование в этом году составило 5,9 млн. Глава Анапы также потребовал активизировать работу по строительству дома для категории детей-сирот. В декабре по планам в 92-х квартирах должно состояться новоселье. Санитарное состояние пляжей до конца курортного сезона, работа спасательных постов и достойный внешний вид торговых объектов. На этом заострила внимание в своем докладе заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко и поручила ответственным начальникам курируемых направлений продолжить работу в нынешнем сезоне и начать подготовку к следующему с учетом опыта этого года. Продолжение следует...